Добрый день, уважаемые жители Республики Сахая-Кутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под контролем органов государственной власти, оперативных штабов Республики. Пока имеется определенного рода напряженная ситуация. За последние сутки мы госпитализировали 107 человек с диагнозом новой коронавирусной инфекции. Это 3,5% от общего количества выявленных случаев, которых составляет на сегодня 2967 случаев. Необходимо обратить внимание, что за сутки 47% новых случаев зарегистрировано в городе Якутске, в районах зарегистрировано 53% новых случаев. На 10 февраля 2022 года в стационарах у нас получают лечение с диагнозом новой коронавирусной инфекции около 6% граждан, а в амбулаторных условиях 94%. Все граждане, которые лечатся у нас дома с использованием дистанционных форм или очных форм, непосредственно, либо с использованием поликлинических условий амбулаторных, они сегодня также получают полноценную медицинскую помощь. За сутки в Республике действительно непосредственно выздоровело очень большое количество граждан. Это 4576 человек, такое количество граждан. В общем-то, у нас около 5000 – это второй день фиксируется количество выздоравливающих. И, конечно же, это и большой труд и людей, и, прежде всего, коллективов медицинских организаций, которые работу эту, безусловно, выполнили. Оказав эту медицинскую услугу с условием выздоровления людей. Сама по себе заболевание также пока продолжает осуществляться и проходит оно в самоутечение вируса в легкой форме. Однако необходимо обратить внимание, что госпитализируются у нас в основном люди пожилого возраста, и часть из них не имела вакцинирования. Соответственно, это и осложняет прохождение самого заболевания. И очень много сегодня у нас в больнице госпитализировано людей с осложнениями. Легкая форма, она обусловлена в том числе и теми темпами вакцинации, которые у нас были в республике. Первым компонентом у нас в республике уже привит около 81,3% от взрослого населения. На настоящий момент более активно проводится ревакцинация. Еще раз обращаю внимание всех, несмотря на то, что по действующим нормативам действия госстандарта QR-кода, непосредственно QR-код после заболевания распространяется и действует на один год, так же, как и после вакцинации. Тем не менее, коронавирус – это сезонное заболевание, для которого сегодня необходимо вакцинация один раз в полгода. Поэтому мы приглашаемся на ревакцинацию. Это, прежде всего, даст возможность вам все-таки свое здоровье держать в более лучшем положении и быть более в безопасности. Необходимо обратить внимание, что все службы, как медицинские, так и социальные, работают на территории республики слаженно, в четком понимании. Продолжает работать республиканский корпус волонтеров. Сегодня там работает 1700 волонтеров. Они оказывают помощь пожилым гражданам в доставке продуктов первой необходимости, медикаментов. В республике 343 волонтера доставляют бесплатные лекарства амбулаторным больным, новой коронавирусной инфекцией. Вообще, за весь период у нас прошло 54 волонтера. И только за последние 7 дней ими обработано около 1500 заявок. Это действительно такой достаточно хороший посыл общественный. Все, кто приходят в волонтерские штабы, они готовы помогать людям, которые сегодня в целом оказались в ситуации невозможности свободного передвижения.